Привет! Сейчас мы будем делать пакет Tracer 3, 2, 4, 6. Переходим на этот пакет Tracer в нашем учебнике, скачиваем инструкцию, переходим по ссылке, скачиваем. В это время вот у нас открылся, инструкция. Здесь у нас инструкция с вопросами и полями, в которые вам нужно вписывать ответы и отправлять потом преподавателю в специальную форму. Скачиваем pka-файл, открываем его в нашем пакет трейсере. По вопросам вы должны будете отвечать на вопросы, вписывая ответы вот в эти вот свеченные поля. Я этого делать не буду, я вам только буду говорить, что вписывать, ну или где это смотреть. У нас открылось задание, вводим имя, почту, дополнительную информацию, подтверждаем. Открываем наше задание, закрепляем сверху. Так, все, теперь приступаем к работе. Вот нам рассказывают, что мы будем делать. Внимательно это все читайте. Переключаем режим симуляции. Нам он здесь нужен. Вот он режим симуляции. Нам говорят настроить фильтр на HTTP. Для этого Edit Filters. Смотрим доступные фильтры и видим, что у нас в галочках уже стоит на HTTP. Что нам и нужно. Все. Дальше. Генерируем веб-трафик. Для этого мы заходим в веб-клиент, Desktop. Веб-браузер. Я это все делаю по инструкции. Здесь все написано. Переходим по ссылке. Go. И видим, что у нас ничего не происходит. Это потому, что мы в режиме симуляции. И чтобы что-либо происходило, нам нужно нажимать кнопку Capture Forward. Вот эта кнопка. Нажимаем ее один раз. У нас... Так, мы вернулись. Мне подсказали, что здесь вам надо показать, как у нас отправляется запрос. Вот мы видим синий конвертик. Вот мы видим два запроса. А вот веб-клиент. Нажимаем еще раз кнопочку Capture Forward. Сейчас. И видим, как пакетик уходит на веб-сервер. Вот мы видим, что веб-сервер получает наш пакет. Нажимаем еще раз. И веб-сервер отправляет ответ на наш веб-клиент. И видим, что веб-клиент получил наш пакет. Все это мы видим в четырех действиях вот здесь. И в этом задании мы будем эти действия анализировать. Для этого мы переходим в... Нажимаем на первое действие. Вот у нас открывается оно. Ой, секунду, но... Сейчас. Вот. Что мы здесь видим? Здесь мы видим уровни OSI. Те, которые у нас задействованы, это седьмой, четвертый, третий, второй и первый. Нажимая по уровню, точнее не нажимая по уровню, сейчас выбран седьмой. Можно Next Layer, previous Layer и вот так вот переключаться между уровнями. А что мы видим у нас написано на седьмом уровне? Вот это вот. Это нас просят указать в ответах. Далее, что нас просят? Нажимать Next Layer и смотреть, что здесь написано. Например, какое значение имеет параметр Destination IP? Мы видим, что Destination IP имеет вот этот вот параметр. Смотрим дальше. Дальше нас просят войти в PDU Details. Входим и здесь у нас более детальная информация по пакету, который отправлен. Вот здесь у нас фрагменты и нас просят их анализировать и сравнивать с тем, что написано здесь. Например, вот здесь у нас фрагмент IP. Мы можем сравнить его с третьим уровнем, где указаны IP-адреса. Также, как и здесь Source IP и Destination IP. Также у нас здесь еще больше информации, например, Time to Live пакета и больше информации, которую вы здесь видите. Вот. Это мы все проанализировали. И так можно делать для каждого пакета. Например, переходим в следующий. Здесь мы видим всего один уровень. Вот что у нас здесь написано об этом уровне. Вот что у нас в информации. Вот так. Всё. Просто это всё смотрите, анализируйте и отвечайте на вопросы, которые вам задаются. Дальше. Дальше мы делаем показ всех элементов, которые у нас отправлялись. Для этого мы нажимаем Edit Filters и ставим Show All Known. Сейчас у нас никакие не показываются. Теперь у нас показываются все. Кроме HTTP у нас появились TCP, DNS, ARP. Их также можно открывать и анализировать. Здесь есть тоже много информации, которую вы можете читать, о которой вы можете здесь. И ответы писать сюда. Вот. В принципе, и всё в этом задании. Здесь больше ничего не надо. Только анализировать отправление пакетов. Я показал вам, как это делать. Читайте задание и отвечайте. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok